Какая разница какой-то религии? Бог один. Так говорят многие. Но каждая религия даёт своё представление, понимание и знание Бога. У каждого свой подход. Поэтому разница между ними есть. Нужно учитывать два очень важных факта. Первое – это то, как шло формирование, порождение сущности человека. Это дух, душа и тело, где у души семь принципов, семь тонких тел. И пять элементов. Такого понятия, как вера, не было. Это естествознание. Живая религия сердца. Но по мере того, как тонкие духовные сущности приобретали грубую материальную форму тела, поддавшись своим нищим природным принципам, уже тогда зарождалась религия. Первая, позднейшая материалистическая религия Семи Божия упоминается в источнике тайной доктрины Блаватской второй том под названием Огдуадом. Это древнейшее название сетинской религии Ахдау. Далее, Пураны, Веды, Ригведы, Священная Веста, создателями которой были предки осетин. Потом зарастризм, после которой возникли и другие религии, такие как христианство и ислам. Второй очень важный факт. С тех пор, как человечество пошло по искусственному, техническому пути развития, до наших дней религии постоянно переписывались и искажались. Сегодня современные религии – это больше политический инструмент. И мало правды о той, что были в те времена. Люди тогда были другие. Они были ближе к природе, к Всевышнему. И, судя по мною изложенному, можно сделать вывод, что больше всего правды в тех религиях, которые меньше всего подверглись искажению политикой. Это те первоисточники, которые я перечислил. Посоветую вам одну из наиболее молодых посланных религий – это учение живой этики Агни-йоги. Ищите правды в корнях, в Цауна-разме. Продолжение следует... Продолжение следует...